ПЕСНЯ ПЕСНЯ Бедно поганый болотный туман зелья Агаспера! Что-то головокружение, потеря воли, мучительная смерть в конвульсиях, эйхарашки! Это ж надо же! Ой! Фух! Так на чём я остановился? А! Ильяс Аго Афос Сога! Ой! 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 Кошмар! Слушай, на что ж ты можешь пригодиться? Ой! 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 Ну, кошмар какой ужас! Ой! Ой! Что там у нас дальше-то по списку-то? А? Ой! Вызывание трёхлетней засухи и суховея Сирока! Сирока! Ой! Красивое слово! Так для того, чтобы вызвать трёхлетнюю засуху, нужно снять с левой ноги чулок! Да! И... Да! А потом... Ух ты! Ай! Умнее! Ну, это... Мы не будем проверять! Так понятно, что гадость порядочная! Да! Ой! Так, ну что у нас тут дальше-то по списку? Ну вот, дорогая моя доченька, а это мой тебе подарок! Ну, ступай к зеркалу! Ну как? Правда очень милый род? Да! Очень красивый! Нашей дочери очень идёт мой подарок! Да! Очень, очень хорошо! У вас всегда был очень хороший вкус, сударыняка! Да! А тебе Францелла нравится? Мне очень нравится! Я благодарю вас, сударыняка! Ах, опять! Ну сколько раз я просила не обращаться ко мне так! Неужели так обязательно напоминать мне, что я тебе не родная мать, а твоя мачеха? Поцелуй! Да! Матушка, я правда очень благодарна вам! Да, доченька? Тебе правда нравится мой подарок? Да, матушка! Очень! Ну, поцелуй свою матушку! Это моё самое лучшее колье! Оно очень дорогое! Но мне для тебя ничего не жалуется! Сударыня, я... Матушка, я и не знаю, как вас отблагодарить! Да ну что ты! Ну, а теперь можно и отобедать! Ой! А где же дедушка Габо? Дедушка Габо! Дедушка Габо! Вечно этому старикашке требуется отдельное приглашение! Сударыня, мне кажется, вы несколько несправедливые! Да мне просто надоели капризы этого противного старикашке! То ему не так, это ему не так! Подумаешь? Приживал какой-то, какая-то кикимора болотная! Сударыня, ну как вы можете? Да, может быть, я сорвалась! Но не я ли пыталась угодить ему во всём, как обыкновенная служанка! А он? Он смотрит на меня так, как будто... Как будто подозревает меня в чём-то! Как будто всё время хочет меня в чём-то уличить! Дедушка! Ой, 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 ой! Ты, Франсуэра, этот я, я думал, опять твоя мачка! Глаза мои её не видели, всё ходит, высматривает, что-то вынюсивает тут! Как, а ты опять считаешь при свече, опять глаза просишь? Ну да, ну что? И опять эту гадость грамбила! А что я тебе других книжек не даю? Франсуэра, запомни, это никакая не гадость! Единственный во Франции подлинный рукописный характер! Полный список магических заклинаний у вражбы! Кто владеет его секретами, тот станет самым могущественным колдуном! Вот этот мой характер! Ну, дедушка Дабур, ты же не хочешь стать колдуном? Не знаю, не хочу! Ну, так зачем тебе эти секреты? Да зачем, зачем? Пригодится! Ну, это же книга грамбилы, от неё могут быть только несчастья! Я не понимаю, ну, вроде бы, вот умная девочка! Ну, рассуждение-то бестолково! Ну, тут, конечно, много ненужных вещей! Засухи, ураганы, тайфуны, субтропические лихорадства! Много! Ну, есть же полезные! Ну, какие? Ну, вот, например, смотри! Ну, вот так! Ураганы, холера, чума! Это, это, нет! А вот! 327 заклинание! Это из древней хуматры, ушто-пушто самого Али Бен Дяура! Вот, смотри! Аж окрасловок! Аллах! Ну как, смешно? Смотри, только не свались! Не смешно! Ну и как это может пригодиться? Так это как может пригодиться? Ну, во-первых, потолок красить! Или вот летучих мышей пугать! Или вот, смотри! Пш-ш-ш-ш-ш! Да! Да! Вот, смотри! И еридно нагру! Пш-ш-ш-ш! Ну как, смешно? Не смешно? Несмешно? Ну а это зачем? Пш-ш-ш! Ну как это зачем? Ну, вот, например, вот надоел я тебе! Вот надоел! Да так надоел, что глаза бы твои меня не видели! И я тогда, пшик, меня как бы не подключил. Для тебя. И тебе, краса, и мне. Ну, дедушка Габо, как ты можешь так говорить? Ты надоел. Ты же знаешь, как мы тебя любим. Правда? Ну, конечно, правда. Я не понимаю, в чём я провинилась перед этим дедушкой Габо. Когда я его вижу, я чувствую себя чужой в этом деле. Понимаете, чужой. Сударыня, ну, не надо так расстраиваться. Вы же помните, мы пригласили сами дедушку Габо к нам. Мы всем обязаны ему, дедушке Габо. Ведь это он спас Франсуэлу и меня от колдовства вашей... Ну, договаривайте, договаривайте. Он спас вас от колдовства моей тётушки. Но я ведь не могу отвечать за её намерения и поступки. Я была слепым орудием в её руках. Барон, может быть, действительно, я в чём-то виновата, но... То есть я же повинилась. Я попросила у вас прощения. Ну, конечно, конечно, сударыня. И ради бога, я не хотел вас обидеть. Просто я хочу сказать, что... Нет, нет, барон, это просто бестактно. Напоминать мне всё время об... Ну, простите меня, сударыня, я не хотел вас обидеть. Нет, 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 я ухожу, я ухожу. Если вам общество этого старика приятнее, чем общество вашей супруги. Суда? Поверь, дедушка Габо, ты всё-таки несправедлив к ней. Несправедлив? А если я был бы к ней справедлив, я бы её сейчас же превратил в какую-нибудь болотную каракасицу. Или вот, вот, бледно-зелёно-соблезюба горбую скалопендру. А это что такое? А я откуда знаю, я ещё до этого не дошёл, но гадость, наверное, порядочная. А что тут ещё может быть? Ну, звучит красиво, бледно-зелёно-соблезюба горбая скалопендра. И за что ты её так не любишь? Кого, скалопендру? А, мачеху? Так а ты разве забыла? Это же она была вместе с тёткой Громбилой. Это она хотела отравить твоего отца, чтобы овладеть замком. А что она бы с тобой тогда сделала? Может быть, она не была так виновата. Да, потом она просила прощения. И как отец мог просто так выгнать её из дому? Ты же знаешь, он добрый. И куда бы она пошла? Ну, вот и ты её жалеешь, Фрацуэлла. А она бы тебя не пожалела. Вот куда ты знаешь? Сейчас она такая добрая, заботливая. Да я по глазам её вижу. Тссс. Ой, знаешь, всё подсматривает, вынюхивает, подслушивает. Слушивает, да ну я. Интересно, а что же она подсматривает? А хочешь ты знать, куда Громбилу делась и как ей помочь? Ну, тут, я думаю, ей обловится. Ручонки короткие. Дедушка Габур. А? А как ты тогда Громбилу перехитрил? Ведь это ж сама Громбилу. Ты же сам говорил, что нет никого страшнее, коварнее и могущественнее её. Ну, тебе ладно, так уж и быстро скажу. Только ты никому не проболтайся. Вот пришёл я тогда к ней, когда она как на грех заснула. Вот. Вот в этом самом кресле. Вот. И очень она тогда на меня рассердилась. Так рассердилась, что сейчас же хотела превратить в жабу или в паука. Но то ли сосна, то ли от злости своей чрезмерной никак не могла решить, в кого конкретно. И пока она этот вопрос для себя решала, болтаем мы, значит, а у меня ноги трясутся, коленки подгибаются. Но я ничего, поддерживаю разговор и, как бы, между прочим, спрашиваю её. Дело в том, что я понимаю, кого угодно в кого угодно, ледь-то вам так расплюнуть. А вот сами-то можете в кого-нибудь превратиться? Кого? А у меня? Удовольствие, конечно, сомнительное. Но я попробую. Злюки, глюкошмарики, Карли, Борли, Бен. Ну как, молодой человек? Ой, Мотографию можно обратить? Что, теперь убедились, молодой человек? Да, классно, классно. Я думаю, вам равны не только во Франции, но и во всей Европе. Правда, я слышал, на Востоке есть такие, как, джинны. Так они, не поверьте, могут залезть в бутылку. Ну, я думаю, это врут, не может это врут. Такую в бутылку проще простой. Ну, я понимаю, это прекрасно, мусловца. Ну, вы что же мне, не верите? Не верю. Не верю, медам. Ну, тогда смотрите. Глюко-глюкошмарницы Ну, как, смешно, правда? Дедушка, а где сейчас та бутылка? Не догадываюсь. Да вот же она, бутылочка. Вот она. Та самая? Та самая. И там ведьма грамбила, самая ужасная, самая могущественная, самая страшная и так далее. А если она откроется? Что значит откроется? Нет, ты не понимаешь, это колдовство, вещь тонкая. Небось, если ее никто не откроет, то она сама не откроется. Да, дорогая бы дала твоя мальчика за то, чтобы узнать секрет этой бутылки. Дедушка Габуна, почему ты ее не спрятал подальше? Ой, ты умная же девочка, а, рассуждаешь? Ну, просто, просто бестолково. Да помни, здесь, если хочешь хорошо спрятать какую-нибудь вещь, положи ее на самое видное место. А никто никогда не найдет. Да и кто догадается, что здесь грамбила? Дедушка Габуна, а ты смог бы ее сейчас победить? Кого? А, грамбилу? Да, ты же изучал характер, знаешь все заклинания вражду. Да, ну, вряд ли. Тут, понимаешь ли, хорошенько раздолиться надо. А я этого не люблю. Нет, я, конечно, не тот болотный домовой четвертого разряга, который когда-то был сослан на крокасовские болота в связи с своим мягким характером. Да, ну, что-то умеем уже, что-то знаем, но все-таки это грамбила. Понимаешь, сама грамбила, так что рисковать не будем. Не будем. Не будем рисковать. Дедушка Габуна, пойдем скорее, нас же ждут. Куда? Обедать. Я как раз приготовила твой любимый луковый суп с гренками. А, луковый суп с гренками, это хорошо. Пойдем. Луковый суп с гренками, это очень хорошо. Тетюшка! Ой, стыд-то какой! Ой, косточки мои бедные! Ой, тетушка, родная моя! Да погоди ты, совсем выжила из ума на старости лет, старая я перечница. Ой, тетушка, как я и случилась без вас! Да погоди ты, домовой четвертого разряда, болотный домовой, этот Габо-мальчишка, кого меня саму грамбил. Тетушка, сколько унижения вынесла из-за этого Габо, из-за этих... Погоди ты, какой стыд, 472 года безборочной службы, какие гадости на моем счету, какие мерзопакристи! И так и позориться, из-за кого из-за этого Габо-мальчишка! Да, тетушка, ничтожкивая, эту мерзкую девчонку, этого выжившего зумоворона! Всем достанется! Сколько я здесь просидела? Полгода! Ой, как? Ну, тетушка, я только сейчас узнала, где вы! Я только сейчас подслушала и сразу бросилась его! Да, я отомщу, отомщу! Да, тетушка! Всем достанется! Ага, эти двоих не забудьте! Не забуду, милочка, не забуду! Жлюка-глюка-шмарницы Карли Борли Бенц! Ага! Жлюка-глюка-шмарницы Карли Борли Бенц! Тетушка, а вы превратите их в жаб! Сейчас, сейчас, подожди, что-то характер не вызывается! Жлюка-глюка-шмарницы Карли Борли Бенц! Что? Ну, характер моя книга голодовских заклинаний! А так она, она же у этого старика! Дядя, дядя! Что? Да, книга заклинаний, тетушка, у старикашки габо! Каракт у габо? Угу! Вы что, забыли? Вы же сами оставили ее на столе, а он ее взял, и с тех пор с ней не расстается и все читает, читает, даже ночами глаза портит! А знаете что, тетушка, вы превратите их в червяков! Таких дождливых, таких глинных, скользких, мерзких! Габо сейчас сам, если захочет превратить нас в червяков! Как это в червяков? Разве ты забыла, что тот, кто владеет характером, непобедим в колдовстве? Тетушка, так вы заберите его! Что? Ну, крадите еще чего-то! Да! Я всегда знал, что это умом не в меня, но что настолько это для меня сюрприз, и, надо сказать, не сильно приятный! Чего? Чего, чего! Ну и лексикончик у тебя, баронесса, чего? Того! Характер нельзя, не украсть, не продать, не купить, не подарить! А как же, как же его забрать? Обманом! Его надо обмешурить, обвести вокруг пальца, надуть, объегорить! Короче говоря, обмануть, поняла? А он? Он, а он меня обманул, меня сам угромбил! Но ничего, ничего, он же не знает, что я на свободе! Время еще есть! Где он? Кто? Габо! Ага, он там ужинает, с этим, как его с бароном, и девчонка с ними! С бароном, с девчонкой! Сейчас! Сейчас! Вот он! Не правда ли, дедушка Габо, сегодня утром была очень хорошая погона? Особенный рассвет! Да! Сударь, это да! С тех пор, как нас покинула тетка вашей супруги, погода здесь просто субтроптическая! Дедушка Габо, тебе гренок побольше! Спасибо, милая Франсуэла! Ты же знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать! Ну, вот, кажется, все и придумала! Климат, говорите, у вас хороший, но я вам его попорчу! Тетушка, а что это вы на меня так смотрите, а? Моишь, моя милочка, гадя, у меня уже не те, так что придется тебе, милочка! Что? Сейчас я тебя заколдую! Не бойся, я сделаю это невольно! Милочка, глюка, шмарницы, горли, горли! Вот! Ну, вот и все! А ты боялась! Все! Да все, все! А я думала, больно! Действительно не больно! Так, теперь надо их поссорить! Ну, барон у нас слегка внушаемых, с ним проблем не будет! Сейчас, сейчас я поломаю вам вашу единицу! Ну-ка, вы кошмарниче, карли, горли, бед! Да, кстати, сударь, я бы просил вас, впредь, не говорить о моей супруге в тех тонах, в которых вы озволили о ней выражаться! Но позвольте, судке! Да, и прошу вас уяснить себе, что она моя супруга, а вы всего лишь приживал в моем замке! Батюшка! А тебя, Франсуэлла, я бы просил не перебивать своего отца, когда он разговаривает! Так вот, сударь, запомните раз и навсегда, что она баронесса, а вы всего лишь жалкий болотный домовой, которого пустили сюда из жалости! Да, больной! Батюшка, что за... Не позволю! И запомните, что я прошу вас, впредь, не чернить тетушку баронессы, женщину добропорядочную и достойнейшую во всех отношениях! Слышите вы? Слышите вы, Франсуэлла! Только как будто, Франсуэлла, понимаешь? Как будто! Как будто! Не вести ты должна себя, как Франсуэлла, скромно, вежливо и ласково! Ладно, я не смогу! Сможешь, милочка, надо смочь, надо! А если эта старикашка не даст мне этот как-то? Ну, ты уж постарайся, постарайся, а! Только помни, скромно, вежливо, ласково! Скромно, вежливо, ласково! Ну, вот, а ты, говоришь, не понимаешь! Конечно, сударь! Может быть, я домовой четвертого разряда и не очень красиво выражаюсь, но я хочу напомнить вам историю этого бокала! Вспомните, кем и для кого он предназначался! Поверь мне, моя милочка, уже три года, как девчонки, нет в живых! Каркасонские болота – это одно из самых страшных мест на Земле, оттуда еще никто не выходил живым! Поверь мне, Франсуэлла мертва! А после смерти твоего мужа ты станешь его единственной наследницей и хозяйкой замка! Ах, я так устала этого ждать, тетушка, так устала! Так это единственное, что тебя беспокоит! Нет ничего проще! Хозяйка, шиквоя! Есть тысячи способов избавиться от надоевших мужей! Ну, вот, например, глоточек яда Курары! Куда же вот у меня-то пропастился! А, вот он! Вот он! Так, да, трехну и для верности, четыре! Стоит твоему мужу выпить хотя бы один глоток из этого бокала, и он умрет! А ты, мгновенно и безболезненно, превратишься из его супруги в его вдову! Мгновенно и безболезненно? Ты безболезненно, а он мгновенно! Тетушка, мол! Не бойся ничего, никто тебя не заподозит! Барон уже не молод, а потом постоянная тоска о его любимой дочери, Жуткий климат, нерегулярное питание, Легкая простуда, осложнение на сердце и квик! И ты становишься единственной, заметь, единственной его наследникой! Может быть, вы вспомните, барон, кому он предназначался? Не вам ли, барон? Только помни, скромно, вежливо, ласково! Скромно, вежливо, ласково! Манчелина, ты уже здесь? Странно! Уважаемый, многоуважаемый, в смысле, очень дорогой дедушка Габо! Я тебя слушаю, Фрик, Фрик, Фрик. Не будешь ли ты так любезен дать мне вот этот характер? Всего на одну ночь. Я хотела бы почитать его перед сном. Но и я бы очень просила не отказать мне в моей просьбе большое, пожалуйста. Подожди, Фрик, Фрик, я тебя не понимаю. Что? Как ты смеешь мне отказывать, старая болотная крыса? Ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Если ты немедленно не отдашь мне характер, ты вылетишь из этого самка в три шеи, ты понял? Фрик, Фрик! Фрик, Фрик! Я Франсуэла. Да, я Франсуэла. Если ты немедленно не отдашь мне характер, убирай себе вот свое поганое болото из этого замка. Франсуэла. Ты действительно хочешь, чтобы я ушел? А ты думаешь, мне очень приятно видеть каждый день свою рожу? Ну, хорошо, Франсуэла. Я так старалась. А он... Ну ты... Ну ты... Значит так, он отправился к себе в лачугу на болото. И характер вместе с ним. Но ничего, он от меня все равно не уйдет. Значит, он отправился к себе в лачугу на болото. Пока туда, пока сюда. Так, время еще есть. Защитить барона девчонку некому. Ну так и займемся ими. Тетушка. А что вы собираетесь с ними сделать, а? В кого вы собираетесь их превратить? Пауков? В ребенок. Слишком мало времени, девочка моя. Слишком мало времени. Откройся, твоя же девочка. Так, кураре. Кончилось. Мышьяку тоже нет. Так, что это экстракт гребучей змеи? Выдох. Ну, конечно, ему же лет триста. А что это? На стое из бородавок чветочной каракуты, а? Немного хлопотно, но ничего, сойдет. Так. Пойдемте. Вот. Кажется, все готово. Кажется, все готово. Глюка, глюка, шмарница. Али, али. Милочка моя. Сейчас сюда придет барон с девчонкой. Да я, это я. Как будто бы дедушка Габо, а ты, баронесса, и мы с тобой помирились и стали хорошими друзьями. Поняла? Нет, не поняла. Не поняла? Как будто бы. Как будто бы. Слушай, запоминай, сейчас сюда придет барон. Девчонка, с ней молчи. Молчи. Улыбайся, кивай и молчи. Тихо. Они идут. Дедушка Габо, я прошу вас простить меня за то, что я был несправедлив к вам. И я за то, что накричал на вас. Но я просто не знаю, что со мной случилось. Это такие буртики, барон. Я уж забыл про это. Правда, дедушка Габо? Правда, Француз. Ты не обиделся. Я не обиделась. Я не обиделся. Совсем-совсем. Совсем-совсем. И давайте больше не будем про это. А у нас с баронессой для вас радостная новость. Мы помирились и стали большими друзьями. Правда, баронесса? А почему вы смотрите будто не рады? И не рады, барон. А ты, Бруссуэлла? Я тоже очень рада. Ну, вот и хорошо. Давайте отметим это радостное событие. И у меня, на счастье, сохранилась настойка из листков отувальчика. Ой, это ваш бокал, барон. А это твой Французэлла. Буран, если спрошу, ну, за дружбу что может быть сильнее крепкой дружбы? Так вот, друзья мои, сильнее крепкой дружбы может быть только заклятая вражда. Вы? Громбилла. Да, Громбилла. А вы что думали, вы навсегда избавились от меня? Громбилла никогда не прощает своих обид. Что смотришь, девочка? Ждешь дедушку Габо, он никогда не придет. Обиженный вами он ушел навсегда. В свою лачугу, на свое поганое болото. И вам больше некому помочь. Некому. А теперь, девочка моя, смотри. Внимательно смотри. Согласись, это не самая плохая моя гадость. Не правда ли трогательное зрелище? Они пока еще живые, но через пять минут они завяжут и умрут. И тогда уже их ничто не спасет, ничто. Тетушка, а подвольте, я их растопчу. Я их разорву на части, на лепесточке. Куда же ты торопишься, моя милочка? Это же самый сладостный момент. Учись наслаждаться смертью своих врагов. Не успеет догореть агарок этой свечи, и они умрут. Все свершится, все. Маляр, вы дурно пользуетесь гостеприимством этого дома? Маляр, вы дурно пользуетесь гостеприимством этого дома? Прости, ну не сдержался саду. Она, знаете, сама тоже виновата. Ну, а вы сюда, малаха, что вы стоите, возьмите пробочку. И заткните эту бутылочку. Давай. Тетушка. Что, тетушка, тетушка? Так? Что, так? Крепче заткните. Вот так, более или менее. Тетушка, а с вами-то что мне делать? Вот во что меня сейчас вас заколдовывают? Все, только болотную карака не убили. Нет, 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 нет. Вот, бредно-зелено-саблезубо-горбую скалоперку. Ну, что вы себя извозите, мадам? Вот возьмите и выпейте, успокойтесь. А, правильно, сделаю совершенно верно. Всего один слоток. И мгновенно, и совершенно бесполезно, и без приказа, и без болезни, и без болезни, и без болезни. Ну, что? А, простите меня. А, простите. Но ты дарите судьбу, что у меня настроение сегодня хорошее. В общем, слушайте меня внимательно и запоминайте. Каркасонский лес. Дальнее поганое болото. Старушка. Там вакантное место домового четвертого разряда. Работа несложная, грубо говоря, ее вовсе нет. Так что справитесь. Вперед, бранес. И благодарите судьбу, что у меня действительно хорошее настроение. Правда, оно может испортиться. Но вряд ли. Прекрасная погода, сыпь и ужина, застольная беседа. Ну, вперед, вперед. Хотя тут ничего не заглони. Да, всякое может случиться. Вперед, бранес. Вперед. Вперед, давайте. Счастливо вам. Вы опять спасли нас, добрый дедушка Голобок. Ой, ну что вы? Ну, откуда ты, дедушка Голобок? Ведь Грандинга сказал, что ты отправился в свою лачугу. Ну, волнувшись. Ну, что ж не понимаешь, откуда, откуда. Не помнишь? Идь на дна, круг. Колпачок-невидимка. Я пшик, и меня как бы нет. А я здесь рядом с тобой. И тебе хорошо. И мне, ну, Франсуэлла, ну, прекрати, ты же знаешь, я не наношу сырости. У меня же ревматизм. Франсуэлла, где мой луковый суп с Грентами? Ну, вот умная девочка. Ну, знаешь, как-то бестолковый. Ну, что может быть на свете вкуснее остывшего лукового супа? Ты еще с Грентами, ведь правда, барон. Вы, как всегда, правы, дедушка Гарбон. Франсуэлла, где мой луковый суп с Грентами? Франсуэлла, где мой луковый суп с Грентами? Франсуэлла, где мой луковый суп с Грентами? Франсуэлла, где мой луковый суп с Грентами?